МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 800 спортсменов из 89 стран мира. Предстоит разыграть 97 комплектов медалей в 21 виде спорта. Насколько готов Казахстан к таким масштабным играм и что интересного покажут туристам в эти дни, расскажем в следующем сюжете. Открытие будет 8 сентября на стадионе Астана-Арена и в период пятых всемирных игр кочевников в медицинском штабе будут работать 150 медработников. Кроме того, на полях соревнований будут работать 23 ветеринары и помогать организаторам будут 1300 волонтеров. В традиционном охотничьем соревновании участвуют порядка 45 птиц. Это орлы, соколы, ястребы из Монголии и Кыргызстана, а также птицы нашей национальной сборной. 5,7 миллиардов тенге всего потратят на всемирные игры кочевников. Основные статьи расходов – это проживание и питание участников. А их ни много, ни мало будет 2430 человек. Мы проводим пятые игры, есть свои сложившиеся традиции. Мы, наша сборная национальная, также принимала участие во всех этих играх. В четвертых играх тоже участвовали в Турции, наша сборная. И по всем этим традициям принимающая сторона всегда брала на себя расходы именно всех прибывающих гостей. На каждого гостя выходит 1,8 миллиона тенге, это приблизительно. Помимо проживания и питания участников еще нужен транспорт. Ну а что касается результатов и достижений, то, со слов организаторов, всего 97 комплектов медалей разыграют. По прогнозам, наибольшее количество получат борцы по Казахшаку Рес, там 16 комплектов медалей. Планируют взять не меньше 12. Рассказали про это на аулы, который стоит площадкой для регионов. Каждый регион привозит по три юрты. Тем самым они презентовывают свои регионы. Также регионы к нам направили уже свои творческие коллективы в это направление. Они в течение шести дней выступают. Каждый день седьмого числа будет у нас открытие в один часов. Именно на седьмое сентября у нас распределены такие регионы, как Актьюбинская область, Житцузская область, Карагандинская область. И также все регионы, по три, по четыре региона по дням у нас распределены. Помимо этого к нам прибывают именно для организации Восточного базара все ремесленники из регионов. Они могут продавать свои изделия всякие разные. Очень высокий интерес к играм проявляют мировые казахстанские СМИ, сказали в дирекции. Всего поступило 1185 заявок от СМИ из 64 государств на аккредитацию. Интересный факт. На всемирных играх кочевников задействуют 560 лошадей. Из них 114 – это лошади нашей национальной сборной. Из них 300 лошадей мы готовим для тех стран, которые приезжают без. Эта практика уже была применена в четвертых играх, когда проходила четвертая семирная игра кочевников в Турции. Мы для тех стран, которые подали заявки на конные виды спорта, предоставляем им 300 лошадей. Эти лошади спортивные, подготовленные. Был набор из всего Казахстана. Мы самые лучшие лошади отобрали, и они сейчас уже здесь готовы к 5-м всемирным играх кочевников. Церемония закрытия игр состоится уже 13 сентября в Эднауле. География расширилась, и появились государства, которые впервые участвуют во всемирных играх кочевников. И впервые за 10 лет принимают участие все континенты, планеты. Например, такие государства, как Австралия, Венесуэла, Ирландия и даже Гамбия. Гульнарумара, организатор Успанов, Айгер Мгенаятова, ТДК-42. За границу распродается казахстанское зерно, а мукомолы терпят убытки. О проблемах рассказал сенатор Арман Утигулов. По его словам, соседний Узбекистан стал лидером по экспорту муки за счет переработки казахстанского зерна. В Казахстане 200 миллионов гектаров характеризуются как сельскохозяйственные земли. 180 миллионов гектаров, то есть 80% пригодны для сельского хозяйства. Страна на пятом месте в мире по этому показателю. Почти половина населения живет в сельской местности и может работать на полях. И все же по целому ряду продуктов республика находится в продовольственной зависимости. И отказ от импорта невозможен. В страну ввозятся колбасы, макароны, сахар, сыры и прочие виды продовольствия. При этом в Казахстане перерабатывается всего 2% от всего объема произведенной продукции овощеводства и плодоводства. К тому же Казахстан экспортирует огромный объем сельхозсырья. Вместо того, чтобы перерабатывать его и закрывать потребности внутреннего рынка. А также отгружать за рубеж излишки товаров с добавленной стоимостью. Вместо муки и макарон, то есть продуктов зернопереработки, Казахстан все больше экспортирует зерно. Причем соседние страны, перерабатывая казахстанское зерно, уже поставляют его на международный рынок. Хотя это могли бы делать и местные сельхозтоваропроизводители. Казалось бы, понятно, продавать продукты переработки и для экономики полезнее, и для бизнеса выгоднее. Так макароны в пять раз выгоднее продавать за границу, нежели муку. А подсолнечное масло можно реализовывать на 100% дороже, чем семечки. То же самое с мясом. Выгода в масштабах страны около сотни миллионов долларов. Помимо этого, переработка зерна дает мультипликативный эффект. Загружается транспорт, получают заказы трейдеры, идет потребление электроэнергии, да и просто появляются рабочие места. Ежегодно казахстанские крестьяне выращивают пшеницы больше, чем нужно для собственных продовольственных потребностей страны. А также больше, чем могут принять традиционные рынки сбыта. Поэтому идет продажа зерна на экспорт. Но при этом мельницы страны не загружены. В настоящее время из 250 зерноперерабатывающих предприятий в стране работают только 70. В период получения независимости количество таких предприятий составляло около 2000. Впоследствии 1750 зерноперерабатывающих предприятий были закрыты, что привело к потере почти 70 тысяч рабочих мест. Долгое время Узбекистан был основным покупателем казахстанской муки, занимая 75% экспортного рынка. В 2011 году туда уходили три из четырех экспортных вагонов. После того, как в Узбекистане стало активно развиваться собственное мукомоле, экспорт казахстанского зерна туда стал расти, а муки падать. Наши соседи и импортеры нашего зерна открыто говорят о том, что они рассматривают нашу страну как экологический огород. По Узбекистан, Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Аким Западноказахстанской области на ремонтуре Галиев побывал с рабочим визитом в Акжаикском районе. В первую очередь он ознакомился со строительством сельских дорог в селе Бударин, а также с возведением домов для жителей социально уязвимых слоев населения. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Аким Западноказахстанской области на ремонтуре Галиев с рабочим визитом посетил Акжаикский район. Глава региона ознакомился со строительством внутрипоселковых дорог в селе Бударино. Как сообщил Аким Бударинского сельского округа, в настоящее время завершены дорожно-ремонтные работы на трех улицах. Сейчас идет строительство трех улиц Казахстана, Астана и Молдогалиева. Общее количество мобилизованной техники – 6 единиц. К концу октября завершим строительство дорог. Всего выделено 240 миллионов тенге. Строительство домов для социально уязвимых слоев населения началось в июле и теперь полностью завершено. Площадь двухквартирного дома составляет 88,3 квадратных метров. Глава региона, внимательно следивший за ходом строительства, поручил обратить особое внимание на качество выполненных работ. Ответим, что в целом по району по строительству дорог готовы 7 проектов протяженностью 22,5 километров, по 40 внутрипоселковым улицам и 2 проекта протяженностью 6 километров по подъездным дорогам. Данки Льбаева, Застар Секеев, Айгир Мгина Ятова, Телеканал ТДК-42. В Уральске состоялось подведение итогов работы Департамента торговли и защиты прав потребителей за первые 8 месяцев 2024 года. На пресс-конференции представители ведомства сообщили о проделанной работе в области контроля за качеством товаров и услуг, а также соблюдением прав потребителей. Также были озвучены основные достижения и выявленные проблемы, требующие внимания. За первые 8 месяцев в Департамент торговли и защиты прав потребителей поступило 434 письменных обращения. Из них 313 были рассмотрены в пределах компетенции, 97 направлены в другие государственные органы. В процессе рассмотрения обращения специалисты Департамента проводили тщательный анализ и оперативное реагирование на поступающие запросы. За 8 месяцев 2024 года в Департамент поступило 434 письменных обращений только. Еще 193 человека обратилось за получением консультативной помощи, то есть в Департаменте ежедневно ведется прием граждан, как руководителям, так и специалистами. И 257 звонков поступило по телефону горячей линии только. Есть еще телеграмм, будет комитет по защите прав потребителей, есть еще страница в Инстаграм департамента. Туда же тоже поступают обращения, на которые мы стараемся в свое время отвечать и предоставлять пояснения. В рамках своей полномочия Департамент провел 10 дней плановых проверок субъектов предпринимательства, связанных с нарушениями прав потребителей. Департамент также соответствует нормам законодательства в праве проводить проверки субъектов предпринимательства по новым статьям КУАП. Вот за истекший период 2024 года было проведено 10 проверок. По результатам проведенных проверок 9 субъектов предпринимательства были привлечены к административной ответственности путем вынесения предупреждений. В одном случае был наложен штраф, потому что далее этот субъект ранее уже привлекался, в течение 12 месяцев он был привлечен повторно, поэтому уже была применена такая санкция взыскания, как наложение штрафа в размере 50 МРП. Кроме того, Департамент активно участвовал в судебных процессах. Одним из таких случаев стало исковое заявление потребителя, который приобрел автомобиль с заводскими дефектами. Суд постановил взыскать с продавца 7 миллионов тенге в пользу истца. В другом процессе поиска у граждан, недовольных качеством курса обучения, суд обязал ответчика вернуть деньги за курс и компенсировать расходы на юридическую помощь. До 15 сентября предприниматели и их супруги, государственные служащие, специалисты бюджетной сферы и сотрудники квази-государственного сектора должны подать декларацию о доходах. Об этом напоминают в Департаменте госдоходов по Западно-Казахстанской области. В этом году начинается третий этап всеобщего декларирования. Мы помним, что первым свои доходы начали декларировать государственные случаи, когда были введены новшества. Эта мера была предпринята для предотвращения теневой экономики и борьбы с коррупцией. С начала следующего года все казахстанцы должны будут указывать свои доходы и подавать отчеты. Напоминаем у вас о представлении декларации об активах и обязательствах, и о доходах, и имуществе. Декларацию можно подать в электронном виде, в кабинет на оплачевщике, в портале электронного правительства, также через мобильные предложения ЕСАЛЫ Хазамат, ЕГОВ, КАСПИКИ, ЗЭХАЛЫ, БАНК, Центр Кредит, БАНК и БАНК 2-го уровня. Трагическую смерть девятиклассника расследуют в селе Копа, Ктюбинской области. Там между ребятами случился конфликт, в ходе которого подростки забили насмерть 14-летнего школьника. Полиция уже арестовала трех старшеклассников. Однако родные Нуржана Садыка переживают, что виновные могут избежать наказания. В причинах конфликта разбиралась Лейла Уесова. Убитые горем родители оплакивают сына. Семья погибшего девятиклассника рассказала жуткие подробности произошедшего. По словам сестры Нуржана Садыка, ее 14-летнего брата массово избили учащиеся 10-11 классов, а затем оставили умирать на улице. Уже бездыханное тело мальчика обнаружил случайно проезжавший рядом житель села Копа. И они избивали его в течение часа, и там были кандидаты мастера спорта, и они били по жизненно важным органам. Что самое-самое жестокое в этой истории, это то, что из 15 ребят, которые были, присутствовали там, никто нам не сообщил о происшествии. Они все оставили его на улице, одного умирать. 5-6 ребят из присутствующих, они являются детьми администрации школы, учителей. По словам родных, все происходило на краю аула возле старой бани. Примерно в 10 часов вечера Нуржана вызвали старшеклассники. Уверены, что его избили, а затем там же оставили умирать в муках. В управлении здравоохранения говорят, смерть наступила до приезда скорой. В ауле сейчас работает специальная группа из управления образования. Сразу после ЧП директора сельской школы уволили. Дело взяли на личный контроль генпрокурор и прокурор области. По делу в порядке статьи 128 уголовного процессуального кодекса задержаны двое несовершеннолетних, подозреваемых лиц. И судом Тимирского района санкционированы меры пересечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. В прокуратуре области внесено представление в адрес местного исполнительного органа с постановкой вопроса об ответственности Акима Тимирского района, должностных лиц управления образования и района. В полиции сегодня сообщили, что по данному факту задержали еще одного старшеклассника. Теперь подозреваемых трое. Все они учились в одной школе. Остальные участники драки находятся под домашним арестом, но точно их число правоохранители не говорят. Дело заведено сразу по двум статьям. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть и хулиганство. Дежурные сутки установлены все участники данного происшествия, в действии которым будет дана правая оценка. Создана следственная оперативная группа. Водовремя ВИВС трое несовершеннолетних подозреваемых. Несмотря на социальный статус, родственные связи и положения, виновные лица будут привлечены к ответственности. Однако семья погибшего опасается, что виновные не понесут должного наказания. В школе села Купа учатся около 250 детей. Десятки из них, по словам родственников, пострадали из-за дедовщины, о которой знали многие, но почему-то вскрылось все только после жестокого убийства. Более 900 фактов пересечения пешеходами проезжей части в неустановленных местах выявили в одном из регионов. Нарушители уже привлечены к административной ответственности. Однако меньше их не становится, говорят в МВД. Например, в Туркестанской области полицейские на постоянной основе проводят профилактические мероприятия. При этом, как отметила полиция, некоторые пешеходы даже не отрываются от телефонов, пересекая проезжую часть. Одни слушают музыку через наушники, а другие разговаривают по телефону. Это тоже отвлекает пешеходов и создает риск на дорогах региона. С начала года, как мы озвучили ранее, в одной только Туркестанской области 900 нарушений именно по пешеходам. Пешеходам, пересекающим проезжую часть в неустановленных местах, грозит штраф в размере 2 МРП. При повторном нарушении правил дорожного движения в течение одного года штраф увеличивается до 10 МРП. Статистика показывает, что одно из трех дорожно-транспортных происшествий происходит с участием нерадивых пешеходов. Поэтому стоит помнить, что пересечение проезжей части в неустановленном месте опасно для всех участников дорожного движения. В Уральске награждены представители силовых структур и волонтеры, которые приняли активное участие в борьбе с весенним паводком. Их поступки стали примером, и партия Акжол вручила отличившимся медали за борьбу со стихией. На торжественном мероприятии присутствовали председатель Западно-Казахстанского областного филиала Демократической партии Казахстана Акжол Серик Мергалиев, депутат областного маслехата Аскар Мергалиев, начальник департамента полиции, сотрудники ЧАЭС и Акимата, а также волонтеры. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Этой весной паводки нанесли серьезный ущерб, но человеческих жертв удалось избежать благодаря работе многих людей. Сегодня их труд был оценен наградой. Партия Акжол наградила жителей, которые активно участвовали в борьбе с наводнением. На церемонии напомнили, что весна была сложной из-за обильных осадков, и партия также оказывала помощь техникой. Все приняли участие в ликвидации последствий паводка нашего. Работа произведена была очень колоссальная, большая. Полицейские во время прихода большой воды круглосуточно контролировали зоны подтопления, занимались охраной общественного порядка и не допустили случаев мародерства. Меня сегодня наградили, как руководителя подразделения, департамента. Но эта награда не моя, это награда всех сотрудников, которые круглосуточно работали и делали свою работу. Важную роль в борьбе с паводками сыграла сплоченность дачников. Благодаря их совместным усилиям удалось противостоять большой воде. Хотелось бы выразить огромную благодарность изначально партии Акжол, которая помогла нам с техникой, для того, чтобы мы начали поднимать дамбу, которая спасла нас в итоге. Далее мы общими силами дачников собирали средства на укрепление, на грунт, на технику. День и ночь мы работали и вкладывали свои усилия, чтобы победить эту стихию. Заместитель Акима Урайска Азамат Халелов также был награжден медалью за борьбу со стихией. В дальнейшем партиицы планируют наградить жителей Бурлинского района, которые первыми приняли на себя удар паводка. Зарина Шакешева, Азат Сарзикеев, Ряда Ахатова, телеканал ТДК-42. Все самое главное за последние семь дней в программе «Итоги недели» – воскресенье на ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте ТДК-42.кз. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова